Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами разберем случай короткой уздечки с рубцовыми изменениями. Нередко к нам обращаются молодые люди и немолодые в ряде случаев, у которых есть жалобы на короткую уздечку. Она рвется при половых актах, при эрекции. Чем это обусловлено? Тем, что она короткая, длины ее не хватает, а при каких-то воздействиях экстремальных на нее, ну относительно экстремальных, конечно, по типу растяжения при эрекции, при половых контактах, уздечка непосредственно трескается, она может порваться, надорваться, что непосредственно является порочным кругом. То есть и без того короткая уздечка по объему она непосредственно что делает? Она рвется и дополнительно сокращает свой объем, тем самым в преследующей нагрузке она становится еще короче, что и происходит у данного конкретного пациента. Вы можете видеть рубец на уздечке, его можно спутать с склеротрофическим лихином, при котором также наблюдается рубцовое изменение, однако здесь изменение локализуется только на уздечке, в чем это отличие, нет других изменений на других участках полового члена, головки полового члена и, соответственно, кроме этого есть четкая связь с эпизодами разрыва уздечки, при половых актах травмы и так далее. То есть по сути дела трубцы как ответ на травму при короткой уздечке. Без сомнения подобному пациенту показан непосредственно пластиковые уздечки. Что такое пластиковые уздечки мы рассказывали более подробно в своем теоретическом видео, но коротко это разрез поперек и вдоль сшивания она несколько удлиняется. В чем здесь сложность? В том, что уздечка уже рубцово изменена и нужно каким-то образом вот непосредственно сделать так, чтобы поверхностного рубца ткань оставалась как можно меньше, потому что это нарушает эластичность уздечки. Что в этом случае показано перед операцией – фото динамическая обработка подобного рубца. Что она дает? Она дает очищение от рубца, которая, если использовать лазер, радиоволновый метод, более жесткую электрикоагуляцию, она более жестко воздействует на рубец и образуется новый рубец. Тем самым это только ухудшает состояние. Однако есть две методы. Первый – фото динамическая терапия, более современная и надежная. Иногда требуется 2-3 обработки, иногда достаточно одной обработки, в зависимости от ширины рубца и глубины его. Непосредственно фото динамическая терапия делается на специальном лазере. Это не лазер для удаления, а лазер специальный для фото динамической терапии наносится конкретно на уздечку специальное вещество, гель, предназначенный для подобной терапии, он впитывается и облучается непосредственно. Процедура проходит безболезненно. Какой второй метод? Есть более старый, так сказать, и менее комфортный для пациентов, с менее приятными результатами относительно, Однако вполне сойдущий в умелых руках – это применение жидкого азота. Он также применяется при рубцах. Здесь, конечно, нужно очень аккуратно и поверхностно воздействовать. Не каждый дерматолог вообще членом занимается и может нормально воздействовать непосредственно уздечку жидким азотом, однако такое возможно мы раньше применяли до появления такого метода как фотодинамической терапии. Лазер хорошо справляется с подобными рубцами, а затем уже делается пластика и подобный рубец просто уже не образуется, потому что объема уздечки вполне недостаточно для совершения нормального полового акта. При необходимости диагностики и лечения различных изменений в области половых органов вы можете обратиться к урологам и венерологам нашего медицинского центра Платной КВД в Москве. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением различных патологий данной области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова